Посмотрите, какая большая посылка к нам сегодня приехала. Внутри нас ждали два вот таких боеприпаса, завёрнутые в мягкую оболочку. Давайте раскроем и посмотрим, что же там. Так, достаем содержимое из бумажного пакета, и им оказывается самый настоящий плод какао-дерева. Да-да, именно того какао, из которого делают настоящий шоколад. Почти целый год я мониторил интернет в надежде найти продавца, который пришлёт мне эти плоды. И сейчас мы покажем вам полный процесс создания шоколада из такого огромного фрукта, именно так, как это делают на шоколадных фабриках. Нам нужно добраться внутрь и достать всю начинку. В интернете мы видели, что их можно разломать резким и сильным ударом. Но, наши силы были слишком слабые, поэтому пришлось использовать острый нож. Вау, посмотрите, какая тут красивая белая гусеница. Но, к сожалению, наши какао-бобы оказались не до конца созревшими и были ещё слишком твёрдыми. Мы не придумали ничего лучше, чем поставить крышку на место, замотать синим скотчем и поставить плоды какао на подоконник, где они будут созревать, греясь на солнышке. По прошествии недели мы вскрываем фрукты, и на первый взгляд ничего не изменилось. Но если прикоснуться к мякоти, то мы видим, что она стала достаточно мягкой и выделяет густую тягучую слизь при касании. Кажется, это то, что надо. Достаем белую гусеницу, разделяем её на отдельные какао-бобы, хотя самих бобов мы ещё не видим, ведь они покрыты белой оболочкой, которая, видимо, защищает их от вредителей. Сама оболочка очень вкусная, слегка кисловатая, похожая на цитрусовый фрукт и даже близко не напоминает вкус шоколада. Но если надрезать и снять этот белый чехол, то мы увидим оголённое семья какао, похоже на скользкое инопланетное яйцо, внутри которого находится коричневая мякоть и какие-то розовые червячки, которые и приобретут шоколадный вкус уже совсем скоро. Нам нужно перемешать какао-бобы голыми руками, чтоб споры дрожжей, которые находятся повсюду, попали на питательную оболочку и запустили процесс ферментации. После этого выкладываем всё это в широкую посуду, придавливаем руками и оставляем в таком виде на ночь. На следующий день мякоть покрывается тонкими ворсинками, напоминающими плесень, и нам нужно всё тщательно перемешать. Это спровоцирует ещё более активное брожение, в процессе которого начинка семян какао будет получать элементы, придающие ей характерный и нужный нам запах. Ещё через три дня бобы потемнели и начали сильно пахнуть алкоголем. Каждые несколько часов я перемешивал их и почти пьянел от этого аромата. И под конец десятого дня они выглядели вот так. Влаги осталось очень мало, семена полностью проферментировались, и можно приступать к прожарке шоколада. Выкладываем их на небольшой противень, распределяем по нему и вставляем в духовку на 2 часа при температуре 80 градусов. За это время влага испаряется, семена уменьшаются в размерах и становятся более твёрдыми. Лучше, конечно, под них постелить пергаментную бумагу или сетку, так как всё это приклеилось к металлу и надо вручную отрывать каждый бобик от поверхности. Теперь всех их нам надо очистить от оболочки, чтобы получить вот такие внутренности, похожие на чей-то мозг. Они достаточно легко крошатся на более мелкие части, и всех их нам надо очистить вручную. Этот процесс был достаточно сложным и занял у нас почти целый час. Но зато в итоге мы получили достаточно большое количество мякоти какао-бобов, которые уже готовы превратиться в шоколад. Осталось только прожарить их в последний раз на более высоких температурах. Пока они жарятся, давайте поставим Стёпу на весы и посмотрим, сколько он весит. Ого, целых 33 грамма! Ну ты толстяк! Теперь надо узнать, сколько какао-бобов мы получили. 202 грамма! Отлично! Настало время измельчить их как можно сильнее. Для этого мы попробуем использовать вот такую каменную миску и толстую палку из того же камня. Насыпаем семена внутрь и начинаем бить их в надежде получить шоколадную пасту. Поначалу они очень хорошо измельчались и крошились. Дальше я решил растирать какао-бобы вместо того, чтобы бить их. Это немного помогло, и через 15 минут я получил что-то вот такое. Тут определенно нужна помощь какой-то технике. На кухне я нашел черный блендер с контейнером, внутри которого были два острых ножа. Загружаем внутрь какао-бобы и пробуем измельчать. Кажется, работает! Это гораздо легче, чем бить руками. Я добавил немножко сахара и придумал, как можно измельчать какао вообще без участия человека. Блендер уже очень сильно нагрелся и я переживал, что он сгорит. Но в этот момент начала происходить настоящая магия. Буквально в течение нескольких секунд какао-бобы из твердого состояния начали превращаться в жидкость. Невероятно! Мы получили шоколадную пасту крупной фракции. Измельчаем еще 5 минут и выливаем ее в большую миску, чтобы загрузить очередную партию. Профессионалы используют для этого вот такие каменные крушители, которые часами перемалывают шоколад до состояния сметаны. Но у нас такого устройства нет, поэтому выходим из положения как можем. Теперь настало время добавления сахара. В целом мы добавили 15 грамм сахара на каждые 100 грамм какао. Чтоб сахар быстрее растворился, всю смесь нужно разогреть. Я как раз заказал с Алиэкспресс вот такую портативную газовую плиту и сейчас мы посмотрим, что на этот раз придумали китайцы. Работает она от небольшого газового баллона, который мы вставляем внутрь, фиксируем и открываем подачу газа. Активировав поджигатель, плита выдает яркое голубое пламя. Напрямую нагревать сосуд с шоколадом опасно, поэтому под него мы поставим миску с водой, которая будет испаряться и нагревать своим паром сосуд с шоколадом. Дальше мы решили добавить в смесь немного масла какао, которое продается в виде вот таких твердых белых камней. Хотя, наверное, можно было обойтись и без него, ведь какао-бобы уже выделили приличное количество масла в нашу смесь во время перемешивания. Растапливаем его в горячей воде и выливаем в будущий шоколад, тщательно перемешивая. Для формирования шоколадных плиток мы купили вот такую гибкую силиконовую форму, в которую медленно и аккуратно заливаем наш горячий шоколад. На всякий случай форму надо ударить несколько раз об стол, чтобы вышли пузырьки воздуха. Из той смеси, которая осталась, мы сделаем молочный шоколад. Для этого просто добавим в раствор немного сухого молока и тщательно перемешаем. Но на этот раз мы зальем его не только в форму для плитки шоколада, но и в формы для создания разнообразных шоколадных конфет и даже набора вот таких милых маленьких эмодзи. Интересно, смогут ли пролиться все детали их лиц. Пока темный шоколад застывает, мы бонусом покажем вам, как делается белый шоколад. Берем 150 грамм какао-масла, растапливаем его до жидкого состояния и в отдельном сосуде смешиваем между собой две ложки сахарной пудры и одну ложку сухого молока. Добавляем в масло и заливаем по формам. Оставляем наши шоколадки на несколько часов в прохладной комнате, чтобы смесь затвердела и начинаем распаковку. Черная шоколадка немного согнулась, но только посмотрите на эти идеальные глянцевые кубики. Еще один важный тест это проверка хрупкости шоколада, когда при отламывании мы слышим характерный звук. Натуральный, домашний и очень вкусный. С молочным шоколадом также все получилось идеально, разве что слегка заметны крупинки сухого молока, видимо мы плохо его перемешали, но на вкус это мне кажется почти не повлияло. А самый хрустящий оказался белый шоколад, только послушайте этот звук, будто ломаешь керамическую плитку. Но самое интересное впереди, нам предстоит узнать, удалось ли получить красивые отливки наших конфет и смайликов. Так, достаем маленького медвежонка и кажется получилось очень круто, будто он из магазина. Дальше вот такая свинка, тоже красивая. Теперь извлекаем смайлики из формы, на некоторых из них видны маленькие пузырьки воздуха, конечно, но это почти не влияет на их внешний вид и тем более на вкус. И в качестве сюрприза мы залили форму вот такого гигантского лего-человечка. Только посмотрите, как круто получилось. В магазине шоколадное лего точно не купишь. Всю эту красоту нам удалось сделать в домашних условиях, пройдя через весь процесс и открыв для себя ачивку кондитера. Напишите в комментариях, какие домашние сладости делаете вы у себя дома.